И они нам, в общем-то, очень важны, потому что мы видим некоторые вещи, которые потом говорит Стефан. Это пытаемся ответить на вопрос, откуда он это... Что делал? Знал. Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которую вы ныне живете. Итак, мы видим о том, что здесь говорится, что он ушел из Харана после смерти отца. Подсчет родословия нам открывает другую картину. И на это мнение есть две точки зрения. Одна точка зрения основана на подсчете родословных. Другая точка зрения основывается на речи Стефана в книге Деяне. Родословные. Что говорят нам родословия? Что Авраам был рожден Фарой, когда Фаре было сколько лет? 70. Спасибо. 70. Фара был... Умер, когда ему было сколько лет? 205. 205. Согласен. Повторю свой вопрос, который я задавал чуть-чуть раньше. Старший сын был кто? Кто? Старший сын был у нас кто? Все сохранил 70, 75, все на местах. Это если бы мы привязывались на хору и Аврааму, тогда бы было справедливо такое замечание. Но поскольку мы согласны с тем, что Авраам был все-таки старшим сыном, тогда хронология 70, 75, 145 и 205, она остается. Но Стефан говорит буквально о том, что это произошло после смерти Фара. То есть он утверждает, что события, описанные в 11 и 12 главы, они имеют хронологический характер. То есть конец 12-й умер Фара, конец 11-й, а 12-й Авраам покинул Харам. Понятно, да? Мы не будем как бы специальным образом сейчас выяснять, какая точка зрения правильная. Какие аргументы есть? Их достаточно много. Из-за того, что, в общем-то, Стефан говорил... Стефан был движим кем в своей речи? Духом святым. И речь Стефана, она записана где? В Новом Завете. Для нас Новый Завет является более авторитетным. Хотя не совсем понятно почему. Потому что и Танах, и Новый Завет составляют Слово Божие. Не стоит противопоставлять их друг другу. Но мы понимаем, что Новый Завет в большей степени и более ясно открывает нам волю Божию. План спасения. И поэтому мы больше сосредоточены на том, что нам открыто в Новом Завете. Потому что Танах, он является как бы тенью будущих благ. Танах, то, что открыто нам уже было в Ешоа Мессии. Поэтому наше внимание приковано больше к Брит Хадаша, к Новому Завету. Здесь понятно, да? Теперь возвращаемся к отцу нашему Аврааму. И смотрим, что же происходило тогда. Есть несколько отправных точек. Здесь мы видим. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги. И обещал дать ее во владение, потомствуя ему по нем, когда еще был он бездетный. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле, и будут порабощения и притеснения 400 лет. Нет. У нас появляется срок. И этот срок привязан к чему? К потомкам. Потомкам. Когда мы можем говорить о начале этого срока? Кого? Народа. Рождение народа когда началось? С Авраама или со Сахар все-таки? Сахар. Это начало отчета. А 400-летний период, когда заканчивается? Исход. Вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста. Вопрос простой, но коварный. Предупрежаю. Сколько лет евреи были в Египте? Повторю. Сколько лет евреи были в Египте? Higher. Спасибо. Я, Валерий. откуда вы знаете что евреи были в египте 430 лет исхода если можно чуть-чуть точнее 12 глава по моему 10 12 по моему 40 а 40 до 12 это единственное место единственное место в библии где говорится о том что 430 лет именно привязана к рабству к египту египту именно но понятно что вот этот мальчик если мы смотрим житие авраамом то аврааму было сколько все-таки 100 когда он родил ицхак ицхаку сколько было когда он родил яков яков израиль сколько было когда он пришел в египет значит складывая эти два срока мы можем сказать что из 400 летнего срока 190 лет они в египте это просто для начала разговора значит в самом египте они были или четыре поколения дайте пожалуйста товарищи микрофон ну извините 600 тысяч мужчин сейчас мы впечатлены тем количеством людей которые умножились за 210 лет я мы имеем из 70 из небольшой группы людей до несколько миллионов хотя египтяне сами отмечали что женщины их крепкие были и рожали без проблем вообще тут вопрос чему мы больше поверим вашему мнению или писанию значит тогда да такой впечатли я тоже впечатлен египтянам тоже это понравилось сильно они тоже были впечатлены но всяком случае мы можем говорить что из 400 летнего срока они были в самом египте только 210 то есть имеется в виду очевидно египет в этом месте как символ не свободы не буквально земля египта а символ того что они 430 лет были не совсем свободны понятно что буквально не имеется в виду и то что они были порабощаемые и были рабами потому что пока был иосиф евреи такие себя неплохо чувствовали а иосиф прожил сколько лет 110 ну проверяйте проверить сомнения изменяют память и осип прожил 110 лет когда пришел папа сколько ему было когда пришел папа египет которому было папе было 130 а иосифу извините 39 не 49 а 39 пристал он предельцов фараона когда ему было 30 лет потом было 7 лет изобилие два года голода и пришел его отец израиль к нему ему было 39 значит такие порядка семидесяти лет египте они жили ты неплохо понятно то есть не все пребывание даже из 210 было пребыванием рабства но в писании написано что все 400 и 430 они были кем значит теперь понятно что ну 400 и 430 лет они как-то не совпадают одно из представлений которые мы имеем что не надо понимать цифру 400 лет буквально 400 430 ну где-то 7 8 приблизительно одно и то да была какая-то погрешность ничего придираться к цифрам тем более что что маше собирался выводить евреев через 390 лет на 10 лет раньше до истечения этого и поскольку он ну стартанул на 10 лет раньше то вышли не на 30 лет позже если мы будем внимательно читать 15 углу бытия 15 углу бытия 13 стих и сказал господь аврааму знает что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет здесь не говорится что это все будет в одной земле но понятно что земля будет не своя 13 и будут угнетать их 400 лет но я произведу суд над народом у которого не будут в порабощении после всего они выйдут с большим имуществом и ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости добрый в четвертом роде возвратятся они сюда ибо мера бы законе о морей до сели еще не наполнилась опять удивительные вещи которые мы слышим мы слышим о том что будет время когда мера амареев что да а сейчас еще то есть то есть бог знает о том что этот народ перейдет за черту беззакония и поэтому он дает обещанию аврааму что когда они перейдут то он эту землю отберет у них и отдаст ее потомкам авраам он не просто так заберет эту землю он заберет ее в свое время когда мера что сделать наполнится когда они уже совершат что то после чего можно будет у них это отобрать он видит куда идет этот народ и видит что этот народ не остановится но пока мера не наполнилась Бог их не трогает понятно да и так мы видим четыре поколения 400 лет и это не одно и то же понятно да и видно что Бог говорит говорит точные даты да привязывает 400 лет и 4 поколения и понятно что 210 легко привязать к 4 поколениям 400 к 4 поколениям никак не привязывается 2 это 210 2 в 4 поколении легко и Потому что четвертое поколение привязано к той земле, где они будут порабощены, а четыреста привязано к рождению от Ицхака. Потомки твои привязаны к Ицхаку, а четвертое поколение к той земле, где они будут порабощены, и из которой их будут выводить. Так, нет, я понял. По тексту, когда мы читаем, то здесь написано следующее. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Сказано что-то о Египте? Нет. Сказано о том, что они будут жить в земле, которая им принадлежать не будет. Часть его потомков жила в земле ханаанской. Жили ли? Земля была их? Нет. Потом они переселяются в Египет. Земля их? Нет. Живут в земле не своей? Да. Но мы знаем о том, что 190 лет они живут в земле ханаанской, а 210 они живут в земле египетской. И этот период составляет 400 лет, которые живут потомки, и все 400 они живут в земле не своей. Понятно, да? Ханаан не своей и Египет не своя. И там, и там, где бы они ни жили, они живут в не своей земле. Понятно, что говорится о 400 годах. Жития не своей земле, как о периоде определенной несвободы и порабощения. Авраам был порабощен? Нет, он странствовал не своей земле. Периодически у него были сложности, да? В его жизни. Когда он странствовал, заходил в Египет, у него были определенные сложности, да? Нет, он живой был. И с ней-то и были связаны все сложности. Опасно иметь, когда братья выбирают очень красивую сестру, то они не понимают, что могут их убить за них. Потом они сначала выберут, а потом боятся за свою жизнь. Вот Авраам сначала выбрал, а потом боялся. Так что, может быть, им стоит обращать внимание не на самых красивых, а на таких, которые не привлекают всеобщее внимание и потом не вызывают проблем. То есть, тогда спектр сестер, из которых можно выбирать, сразу резко расширяется, увеличивается. Интересная мысль, да? Вас она не должна волновать. Это братья, пускай эта мысль волнует. Итак, это другая проблема. Про короткий молчаливый дух. Тут пока визуальный. Визуализация образа. Она была такая красивая, что потом у него возникли проблемы. Итак. Значит, бытие 15-13. Будут угнетать их 400 лет. Ну, все-таки в ханатской земле их не угнетали. То есть, угнетение все-таки как-то больше относится к Египту. Ну, мы столько, что выяснили, что и в Египте нельзя сказать, что их 400 лет угнетали. И 200 лет нельзя сказать, что их угнетали. Ну, все равно как-то. Я понимаю, что все равно как-то. Но что все равно как-то? Понятно, что буквально мы не можем, и мы сейчас об этом как раз и говорим, нельзя сказать, что их угнетали. Мы выяснили, что 39 лет Иосифу, когда его папа пришел в Египет. Эти два события понятны? Да. И вот с этого момента мы можем сказать, что евреи начинают жить где? В Египте. Это понятно? Срок их пребывания в Египте составляет сколько лет? 210 лет. Когда жил вот этот парень, который умер, когда ему встало 110. Евреи были угнетаемы? Нет. А почему были? Он их поселил в земле, в самой лучшей, в десертной. Он их поселил отдельно. Он в рабство парагону их не приобретал. Он приобретал только того? Египтян. Египтян. Он их не касался, он их кормил, и все было хорошо. Проблемы начались позже, когда после смерти Иосифа восстал фараон, который не знал Иосифа. Поэтому весь период пребывания евреев в Египте нельзя сказать в буквальном смысле, что это был период пребывания рабства. Это понятно? Поэтому слово рабство применено ко всему сроку в 400 лет. 400 лет. Ко всему сроку. Но ко всему сроку как и до Египта, так и всему сроку в Египте. Но если смотреть на жизнь, то понятно становится, что они не были физическими рабами на протяжении всего этого срока. Хотя Писание говорит очень четко, что они находились в рабстве и были порабощами. Понятно? Нет, о чем вы говорите? Так и да. Маленькая индустрия у нас снова остается. Дело в том, что тут, скорее всего, проблема с переводом. У нас в синодальном порабощении, а в оригинале там просто служили. Мы знаем, что во времена Иосифа, его братья, они служили пастухами тому же фараону. Рабами не были, но служили. Поэтому даже этот период в соответствии с оригиналом текста можно... Адаптировать можно, но о чем я хочу сказать. Если мы понимаем буквально слова рабства, если мы слова понимаем рабства, то понятно, что рабами они не были. И когда они жили в земле ханананской, когда они служили самим себе, этот период тоже назван периодом несвободы. Потому что они жили в земле какой? Чужой. Несвоими. Оно не было ихним. А когда оно не наше, то мы все равно в полном смысле несвободны. Мы зависимы. Понятно, да? То есть, когда мы берем слово рабство, служение, то мы говорим о том, что вот они должны быть вот в таком состоянии, тогда мы согласны, что они таки да. Что они такие угнетаемые, что они такие рабы. Вот такая форма, мы с ней согласны. Но, когда мы смотрим, что Авраам был странником в земле не своей, что его потомки тоже странствовали, то они не были в полной мере свободны. Понятно, о чем у нее речь? Просто, когда мы читаем о рабстве, мы автоматически вспоминаем вот этот период, последний период, и тиражируем наше понимание на весь срок. И говорим, а они всегда жили вот так, а на самом деле вот так они не всегда жили. Понятно, о чем мы говорим сейчас? Мы разбираем такую вещь, которая говорит о нашем представлении. Мы сделали с собой, что мы прочитали, что они были рабами. Когда они были рабами? Когда они были в Египте. Сказано, что 400 лет, значит, все 400 лет они где были? В Египте. И все 400 лет они жили таким образом. Ну, это радует. Но когда мы начинаем выяснять, то оказывается, и 400 лет они не все жили в Египте. И с 210 лет, которые они жили в Египте, тоже не все 210 лет они были рабами. По крайней мере, мы можем сказать о 70-ти годах, да? И тогда какой-то промежуток есть вот здесь вот, между смертью Иосифа. И тогда, когда восстал фараон, который не знал Иосифа, тоже какую-то часть времени надо отнять. А это что у нас? Ну, это вот уже вот за этим 40 началось. Где 30? Подождите, к этому вернемся. Бытие 12-4. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. То есть, ну, если взять еще эти 25 лет. У нас получится только 25. Ну, где-то еще на этих 5. Да. Интересно, сколько... Откуда считалось ноль? Ноль от рождения считался. Могли считать от нуля в один год и в пять лет. Дальше отлучали груди в пять лет. И что? А некоторые не отлучали груди до 10 лет. И что? И от рождения не так. Мы о чем сейчас говорим? Если мы говорим о периоде рождения, опять, сейчас мы объясним другую часть. У нас есть момент, который называется... Мне тяжело, когда кто-то сзади разговаривает. У нас есть момент исхода. Здесь все нормально? В определенный год 15-го Ниссана. Здесь все нормально? Или тут есть тоже варианты, как надо считать, что это не тогда, когда они вышли, а когда-то вот потом. Здесь с этим годом все нормально? 15-го Ниссана. Не просто весной, а точно мы знаем день, когда это произошло. С этим все нормально? Со сходом никаких вопросов? Теперь, мы знаем, что если считать от этого момента вот сюда, то тогда должно быть 400 лет. И вот там, где они сказали 400 лет, там смерть не очень. Потому что земля не своя не говорится, что 400 лет земля не стоит. А порабощение будет 400 лет. Поэтому срок земли не своей, ни 400 лет не говорится. Смотрите, сначала они были в земле не своей, потом их поработят. То есть 400 лет порабощения, это вот там, где 400 лет, я дописала смерть Иосифа. А земля не своя не значит, что 400 лет. Только проблема заключается в том, что потомки 400, когда говорится о потомках, говорится от Иосифа надо считать потомков. Все, назад отыграли, да? Все, хорошо, ладно. Мы же привязаны еще к фразе потомки твоей. Еще один момент. А можно так трактовать, что есть цель для народа еврейского, да? И у них свобода, то есть реальная свобода от греха, там и так далее. Свобода хождения с Богом начинается именно с землеобитованной. То есть все остальное время до землеобитованной, это определенная несвобода, порабощение. Ну мы так и говорили все время. Вы точно так же оформили мысль. Вы оформили мысль, та, которая звучала, просто по-другому. Имеет право на мысль и такое оформление. Никаких претензий нет. Что все время, которое пока они не совершили исход, названо временем порабощения и несвобода. Окей. Но нас интересует все-таки возврат в 400 лет. И мы говорим о том, что это срок не рождения самого Ицхака, а время, когда Ицхак был отнят от груди. И на самом деле он родился 5 лет. Мы решаем вопрос по грешности. И тогда вот отсюда еще 25 лет. да, и это период, который составит у нас. Я правильно понял, да? То есть вот эти 5 лет как бы не считаются, потому что он был, хотя его и не было. Я правильно понял вашу мысль? Я правильно понял? Хорошо, тогда откроем Галатан, третий угол. У нас тут тоже есть 430. 16 стих, 3.16. Но Амрааму даны были обетования и семени его, сказано и потомкам. Как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, как бы обетование потеряло силу. Здесь апостол Шауль приходит к двум событиям. Первое событие какое? Ну, дарование закона на самом деле произошло не 15-го Несана, а чуть через 50 дней. Он привязывает к тому же году. Окей. Он привязывает все-таки к событиям, называемый исход, к этому году. Не 15-го Несана, а 15-го Несана плюс 50 дней. Вопрос дарования закона. Сейчас не будем разбирать, там есть нюансы, ну, примем так. С годом все нормально, дни потом посчитаем, в другой раз. И он привязывает события, которые произошли 430 лет, и он говорит, что там было? Что там было? Я говорю, что завета о Христе, прежде Бога утвержденного. Один из смыслов слова, который здесь в русском написан, завет, он переводится так же, как обетование. Он говорит, что за 430 лет до этих событий Авраам получил, что? Обетование о машине. И тогда это, мы к какому месту будем относиться? Тогда у нас получается, что эти события относятся за 30 лет до чего? До рождения понятны? А не отнятие? Тогда ему было? Ну, если следовать этой логике, тогда ему было 70 лет. Из Харана он вышел в 75, а из Ура он вышел тогда в 70 лет. И через 30 лет у него рождается сын, и 400 лет считается после рождения сына. поэтому поэтому в Харане он прожил 5 лет. Понятно, нет? По-моему, нет. понятно, нет? Я понял, что вы согласны. Мне интересует еще, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак, идет речь о обетовании, которые он получает. Обетовании, которые он получает. Читая, читая речь Стефана, мы видим, что Бог обращается и дает ему обетование, обетование, когда он был где? В Уре. Когда мы говорим о Семьи, то там уже идет речь, на самом деле, о событиях, произошедших несколько позднее, а именно в момент заключения завета. Но, как это ни странно, апостол Шаур в Галатах адресовывает все это к сроку в 430 лет. не к моменту заключения завета, который произошел явно после этого срока, сдвигаясь сюда, а к моменту 430 лет к выходу из Кура. А это тогда, судя по всему, Аврааму было 70 лет. Понятно, да? Разобрались где 400, где 430, где 4-е поколение, где пребывание в Египте. Картина уже понятна, нет? То есть, мы можем принять такую хронологию событий, что Всевышний обращается к Аврааму, когда он находится в Уре. Ему тогда было меньше 75 лет. Явно меньше, потому что из Харана выходил, когда ему было 75. А какое-то время он пробыл в Харане, потому что он умудрился там приобрести себе имущество и людей. Не за один день. Понятно, да? Если мы привязываемся к рождению, когда эти 400, тогда это произошло, когда ему было 100 лет. Тогда 430 обетование, которое он получил первоначально, относится к 70-летнему возрасту, когда он был в Уре. Все понятно? И 400 правильная цифра, и 430 правильная цифра, и 210 правильная цифра, и рабство как несвободу в чужой земле можно отнести к сроку 430 и 400 лет. Все понятно, да? Все стало на свои места. Все стало на свои места. Возвращаемся в 12-ю главу. Возвращаясь в 12-ю главу, мы начинаем читать внимательно то, что говорит Творец. «Пойди из земли твоей». Значит, у него была какая-то земля. от родства были какие-то родственники. Из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Итак, мы видим, что у Авраама были родственники. Понятно, у него были еще братья, как минимум. Была земля, где он жил, и отец, который тоже тогда жил. И он получает призыв от Бога выйти в сторону, которую он не в курсе. Ему сказано выйти, а куда не сказано. Но в 31-м стихе 11-й главы видно, что Фара знал, куда идет. Авраам был не в курсе, а Фара в курсе. Хотя Творец обращался к кому? Фаре или к Аврааму? К Аврааму. Обращался к одному, а в курсе был другой. Стоит учесть, что события не всегда изложенные в Писании, они излагались в хронологическом порядке. И события 12-й главы и 11-й главы бытия излагались, мягко говоря, через лет так сколько? 400-й 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 с лишним. И излагались они, когда уже было понятно, куда шли, как шли, как это все происходило. то есть уже описывались известные события. И описывались они после того, как все уже произошло. Понятно, да? Тогда уже, когда писалось, было известно, куда надо было идти. Куда на самом деле шли? Уже знали все. Понятно, да? Какая земля обещана, уже знали. Потому что, когда говорилось в 12-й, еще непонятно было, какая земля. Дальше мы будем смотреть, что когда Авраам пришел в землю, ему говорят, кстати, хотел сказать тебе, что вот эту землю даю тебе. А здесь в 12-й главе говорится о том, что дам землю. Ничего вообще не говорится. Поэтому он и не знал, что какая-то земля ему будет дана. Еще не было обетования о том, что будет дана земля. И когда там позднее будет обетование, что эту землю даю тебе, понятие эту тоже не совсем понятно. Эту это какую? Ну вот, эту понятно. А вот эту? А вот эту? А вот эту? То есть, какую эту? Дальше будет немножко больше раскрыто понятие какую эту? И в конечном итоге при заключении завета будет очерченный границей. Какую именно? Понятно, да? Но на тот момент времени еще не было понятно, когда он выходил, куда идти ему-то было непонятно. Но здесь говорится, что вышли они вот туда, чтобы идти вот туда. Но куда туда стало известно Аврааму потом. было ли известно это Фаре? Скорее всего, нет. Если Аврааму было неизвестно, которому Бог обращался, то откуда было известно Аврааму? Следующий момент. Нужно понимать часть культуры, которая сохранилась в общем-то и до сегодняшнего дня. Какая часть культуры? Кто, по идее, должен быть главным в доме? Старший отец. Ну, по идее, не всегда так. Понятно, иногда жена должна быть главная. Ну, не во всех семьях, но по идее, в общем-то, так. Итак, за все несет ответственность вот тут уж понятно, кто. Если кто главный, так еще непонятно, ответственность понятно, кто несет. Так, теперь я понял, как надо правильно задавать вопрос. Кто несет за все ответственность? Папа. Тут все нормально. Старшая может быть жена, конечно, ответственность сюда вон. Тут все в порядке. Итак, если моя жена получает откровение куда-то двинуться, и я соглашаюсь с этим и двигаюсь, то скажите, пожалуйста, кто двинулся? Она или я? Еще раз. если я решу переезжать, к примеру, из Киева в Одессу или в Николаев, или в Днепропетровск, или в Донецк, неважно, в какой город, да? Я перееду, или моя жена возьмет меня, возьмет моих детей и поедет туда? Писание мужчины даже так рожали по тому же принципу. Писание мужчины рожали. Правда, не все женщины с этим согласны. Когда я пришел в роддом к своей жене и спросил, кого я родил, моя жена говорит, подойди немножко поближе, чтобы я могла что-то бросить в тебя. журный бой то есть ты родил, но еще не в курсе кого, а она в общем-то уже была в курсе, кого я родил. Понятно, да? То есть принцип очень простой. Когда мы говорим до сегодняшнего дня, мы говорим, я взял свою жену, своих детей и отправился. Неважно, кто получил понимание, кто двинулся. Если я двинулся вместе с ними, то по-любому я их взял. Понятно? Не говорится о том, что Бог обратился к Тераху, Тераху сказал, Терах взял это откровение, взял всех и пошел. Говорится о том, что вся эта семья, она начала движение. И поскольку вся семья начала движение, то понятно написано, что кто был старше? Значит, он взял всех остальных и пошел. Понятно, да? Вопросы, ответы, предложения, пожелания? Ну, просто наше время на сегодня, я так понимаю, уже подошло к концу. вопрос, какая часть Торы была записана в книге Завета? Ну, то есть, по факту мы знаем, что закончено написание Торы было после смерти Моисея. То есть, лет от 39 до 40 события описаны в самой Торе, но при всем при этом книга Завета была дана и она была прочитана. Да. Так вот, какая часть Торы является вот этой вот книгой Завета? Вы хотите, чтобы я взял карандашик и отделил? Мне интересно ваше мнение. Я даже не буду его высказывать. Я вижу о том, что Тора давалась постепенно. Это понятно? Да. К примеру, читая 15-ю, до 15-й там были тоже заповеди. 15-я чего? Исхода. Ага. Там были тоже заповеди. Но смотрите, что написано в 15-м главе. 25-й стих. Моисей возопил Господу и Господь показал ему дерево и бросил его в воду и вода сделала сладкую. Там Бог дал народу устав и закон и там испытал его. То есть еще до подхода к Синаю Бог дал устав и закон. заповедь Шаббата 16-я глава была дана тоже еще до подхода к Синаю. И очевидно, что нам не вполне открыто, какие точно заповеди были даны именно возле меры. мы не сможем сказать, что а вот это было дано позже, а вот это было дано раньше. Написано, что он дал устав и закон. А что именно там было дано? Мы не знаем. Понятно, да? и когда он прочитал книгу, очевидно, что в эту книгу вошли те уставы и законы, которые были даны тогда. Очевидно, да? Но не очевидно, какие они были даны. Поэтому мы знаем все, что было дано на основании пяти книг. Мы можем сказать, мы знаем, вот это было нам дано. но мы не всегда можем сказать до или после. Понятно, да? И разграничить их по времени мы не можем, потому что вот эта фраза, там дал он им уставы законы, уже адресует тому, что было что-то дано, но что именно дано, не было расписано в точности. Понятно, да? Но мы можем сказать о том, что то, что нам известно из Торы, это то, что нам было дано, то, с чем мы согласны, и то, за что нам пришлось отвечать. Понятно, да? А то, что не записано, зато с нас мы, мягко говоря, нету спроса. Если вы начнете интересоваться устной Торой, то за нарушение правил устной Торы мы ответственности не несем. А за нарушение письменной, извините, придется. Хотя это написано на бумаге на сегодняшний день, но нигде ответственности за то, что я не сказал и не записал, нету. То есть Бог спрашивает за то, что Он сказал и вот за это Он с нас спрашивает. А за то, что кто-то на словах просил передать, Бог с нас. Чего? Не спрашивай. Все? Спасибо.